Всем привет! Это подкаст «Что нового?» и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы новой газеты. Субтитры создавал DimaTorzok Это можно сделать в комментариях или написать нам на почту, мы все обязательно передадим. Мы немножко отойдем от повестки, и сегодня в нашем специальном выпуске мы слегка пофилософствуем. Какое-то время назад мы запустили такой коллапс с образовательным проектом «Всенаука», в рамках которого мы публикуем тексты на научные темы с комментариями ученых и рекомендациями книг. Ссылки на эти тексты ищите, как обычно, в описании. Последний материал проекта вышел под названием «Проживем ли мы без государства?» И нам, вместе с редактором отдела политики Кириллом Мартыновым, показалось, что будет интересно поговорить на эту тему с Арменом Арамяном, политзаключенным по делу против студенческого журнала Докса. Мы успели записать сегодняшний подкаст еще до его нового задержания из-за твита про выборы ночи ВВД и штрафа, даже продления срока. Тогда мы вместе с Кириллом Мартыновым приехали к нему в гости в 8 утра и очень много разговаривали и рассуждали о том, что такое вообще государство как институт, насколько оно хорошо или плохо, правда ли оно нам нужно. Потом этот долгий философский разговор мы каким-то образом подсократили, и сейчас предлагаем вам его послушать. Кирилл, Армен, привет. Ну, нет, сейчас, что так, привет-то? Давай, бодрый привет. Бодрый, а, точно, забыл, что нужно бодрый. Привет. Здрасте. Давайте начнем вот с чего. Армен, мы, наверное, можем догадываться сейчас, что государство ты, наверное, не особо любишь в данный период своей жизни. Можешь ли ты представить себе другой период своей жизни, что вот однажды ты станешь таким лютым государственником, который прям топит и находит какие-то аргументы для себя, что государство – это хорошо, и вот без него мы вообще никак не проживем. Но двойственность моих отношений с государством сейчас заключается в том, что государство посадило меня под домашний арест, но при этом я поддерживаю демократических кандидатов на выборах, так что я все равно продолжаю инвестировать в какие-то государственные институты и в какую-то логику государственную. Так что по каким-то суперанархистским принципам я сейчас не то чтобы какой-то ярый противник государству. Ну, Армен, мне кажется, этот вопрос, он в частности предполагает, скажем, упоминание персоны Ленина, да, и работы государства «Революция», и того, что случилось после того, как эта работа была опубликована, а потом большевики неожиданно, видимо, для самих себя, в том числе, пришли к власти. Вопрос, мне кажется, очень такой как бы зловещий. Мы много раз видели в российской истории и в мировой истории, как люди, которые призывали сдерживать государство, ограничивать его влияние на нашу жизнь, в какой-то момент времени становились орудиями государственной политики, а может быть даже и субъектами этой государственной политики. Поэтому, мне кажется, это вопрос о том, можем ли мы себе представить какую-то, не знаю, непонятную, амбивалентную Россию будущего, в которой мы сидим с вами в каком-нибудь государственном кресле. Вы сейчас тоже в кресле сидите, а это будет государственное кресло, и мы такие говорим, да давить их надо, вот этих людей, которые просто мутят в воду, которые просто ненавидят наше великое государство. Но делать мы это будем, например, все, конечно, ради какой-то великой цели, но, например, ради того, чтобы все стали принудительно анархистами и антропологами. Я сейчас специально утрирую. Конечно, можно теоретически представить такой сценарий амбивалента России будущего, но, несмотря на наши благие намерения, мы придем к тому, что станем оправдывать ограничение свободы других людей. На самом деле, важный вопрос, что вообще такое ограничивать свободу, потому что, ну, мне, наверное, сейчас далека такая обычная либертарианская оптика, что вот как бы ограничение свободы – это сугубо то, что государство делает с людьми, потому что, на самом деле, ну, мы все время занимаемся тем, что что-то друг другу запрещаем или разрешаем, как люди, да, и, наверное, ну, наша цель не в том, чтобы запретить запрещать, а в том, чтобы как можно большего количества людей была возможность пересматривать отношения друг с другом, чтобы эта власть, определять, как мы живем, она, ну, как бы не была в монополии какой-то небольшой группы людей или каких-то институтов, которые остаются неизменными. Там в тексте упоминается работа Асимаглоу «Узкий коридор», которая как раз посвящена такой институционалистской интерпретации государства, и которая сводится, основная идея этой работы заключается в том, что есть очень узкое пространство, по которому государство может идти для того, чтобы не впадать ни в хаос и войну всех против всех, и не впадать в тиранию. И что фактически, ну, собственно говоря, институционалистский поинт здесь заключается в том, что этот узкий коридор, он держится как раз на институтах, на тех практиках, которые внутри современных западных государств были выработаны. То есть свободные медиа, открытая парламентская дискуссия, проводящиеся регулярно раз за разом выборы, ну, и, в общем, весь пакет вот такой либеральной магической защиты одновременно от анархистов и от диктаторов. Как вам кажется, в чем здесь главный изъян такого подхода? Мне кажется, что главный аргумент против такого видения политической реальности, он заключается в том, что оно просто, ну, в смысле, что мы на практике просто видим, что оно не работает, что эти, ну, сдерживающие механизмы, они часто сбоят. Ну, здесь есть несколько, как бы, трюизмов, которые можно, там, озвучить в духе того, что выборы всегда, как бы, побеждает тот, кто их проводит. Ну, смотрите, мне кажется, такая либеральная повестка здесь заключается в том, что, а что вы можете предложить взамен, как бы, если не институты либерального государства, то что? То Кот, то Путин, то Навальный, то кто вообще? Российское государство, это не какая-то аномалия, это не следствие нарушения законов функционирования либеральных демократий. Мне кажется, что, ну, вот эти вот институты вроде свободных СМИ и вроде работающих органов там, репрезентации, они, ну, они очень, на самом деле, сами по себе нестабильны. И, ну, у политиков, которые приходят к власти, на самом деле, довольно много власти для того, чтобы переопределить, что вообще такое свободная пресса, да? Ну, очевидно, что в 60-е в Америке свободная пресса очень узко понималась, и все, что было левее, там, я не знаю, какой-то позиции на политическом спектре, уже не считалось допустимым. Это вопрос в том, чего, в общем, чего здесь не хватает, и мне кажется, что, возможно, дело заключается в том, что нет никакого рецепта демократии. Вопрос с открытым вариантом. Вопрос с открытым ответом, это вопрос какой-то политической практики и какой-то способности, ну, в конкретных условиях людям придумывать, как они смогут собой, самими управлять, вот, и переопределить отношения друг с другом, а не вопрос каких-то институтов, которые безупречно работают в любых условиях. Я бы сказал, что здесь как раз сказывается глубинный анархизм Армена, потому что он не верит как бы в процедуры, а он верит в человеческие отношения, которые, как философы бы сказали, они трансцендентны процедурам, они как бы существуют до, помимо, под, рядом с ними. И из этих практик складываются какие-то реальные вещи, которые мы потом за одним числом называем государством. Один из важных авторов для Армена, как мне кажется, и для меня, это современный антрополог и анархист Джеймс Скотт, чья последняя книга «Против зерна» была в прошлом году переведена на русский язык. И тезис Скотта в этой книге очень, в этой небольшой книге, очень масштабный, он заключается в том, что еще несколько столетий назад значительная часть человечества не жила внутри государственных проектов. И что нынешняя история про то, что каждый из нас имеет свое государство, или точнее, каждый из нас принадлежит некому государству, которое объявляет нас гражданами, подданными и так далее, это очень недавний феномен, который носит строго ограниченный исторический характер, и который мы абсолютизировали просто по той причине, что все наши предки жили уже, вот которых мы можем вспомнить, последние несколько поколений людей, они все жили при такой тотальности государства. Тезис Скотта заключается в том, или вопрос, который Скотт задает, заключается в том, что, возможно, ну, условно говоря, однажды государство просто потеряет эту монопольную позицию. Государство это исторический феномен, носящий довольно ограниченный характер во времени, и, может быть, мне очень нравится идея, что мы однажды учредим музей государства, то есть это будет такая специальная зал, и мы будем говорить, что, смотрите, знаете, наши предки жили внутри государств, они считали там, ну, вот, как, знаете, люди там разводили огонь при помощи трения, а потом люди спустя несколько тысячелетий жили внутри государств. И считалось, что это нормально, вы представляете, и считаете, что считалось, что по-другому... Это будет скучный достаточно музей, там будет, типа, будет отдел, посвященный бюрократии. Ну, мне кажется, что бюрократия, мы знаем на примере даже некоторых видеоигр, типа Papers, Please, например, что бюрократию можно геймифицировать, и можно показывать будущим негосударственным, там, каким-то детям и подросткам, как прикольно играть в бюрократию. Даже немножко опасно звучит, потому что, мне кажется, подростки могут увлечься бюрократическим производством. Из этого, да. Короче, вопрос в том, закончится ли государство, и произойдет ли это на наших глазах? Государство – это, как бы, очень особенная структура. Она, как бы, зиждется в этом ощущении какого-то вот, ну, какого-то господства, какого-то доминирования, что государство – это нечто с четкими границами, но власть его, как бы, безгранична, она не может взять один в один какой-то момент исчезнуть. Но, с другой стороны, из истории мы знаем, что политические всякие структуры того, как общество управляло собой или кто-то управлял обществом, они действительно очень подвижны, они много разменялись. Одно из очень важных наблюдений, там, Джеймса Скотта, в частности, хотя я не уверен, что первый, кто это сказал, что там общество, которое, допустим, пытались выйти из орбиты каких-то сильных государств и, там, как-то спрятаться от государства, они, как бы, часто и письменности избегали, потому что это тоже было такой формой контроля. И отсутствие письменности позволяло, ну, самим не превращаться, ну, самим не воспроизводить какие-то государственные формы власти и не попадать на радар государства. Есть другие, в общем, важные авторы, которые пишут про такую относительность понятия государства. Это Дэвид Гребер, такой антрополог и активист. И Дэвид Венгру, это археолог. Последний проект Гребера, над которым он работал вместе с археологом Дэвидом Венгру, он заключался в том, чтобы развенчать, как бы, миф про то, что без государства могут существовать только вот эти вот небольшие, как бы, первобытные общества охотников-собирателей, или просто, в принципе, какие-то первобытные общества, и что в какой-то момент произошла неолитическая революция некая. Вот эти вот, как бы, первобытные люди, они перешли от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, и эти формы хозяйства создали какой-то избыточный, в общем, продукт. Это привело к концентрации власти в руках какого-то количества людей, и, короче, ну, в целом, этот дискурс, он утверждает, что развитое общество невозможно без государства, что государство – это, как бы, синоним цивилизации. У них вот последний проект, это книжка, которую мы сейчас переводим с моим коллегой, это попытка развенчать этот миф на археологических... Тут вступает кот Армена. Ричард Кропоткин, да. Ричард Кропоткин, да. У него свое есть мнение про государство. На самом деле, даже вот какие-то новые археологические данные, которые там археологи за последние полвека собрали, они позволяют утверждать, что на самом деле это вся история про переход от такого, отсутствия государства к присутствию государства, такой, в общем, постепенный. На самом деле, большая часть вот этой вот как бы первобытной истории, о которой мы очень мало знаем, это была очень гибкая история того, как люди меняли просто то, как они управлялись. Эти изменения могли сезонно происходить, что они там, условно, полгода были монархи... Ну, королевством каким-то, полгода были какими-то дикими анархистами, там, в зависимости от того, от каких ресурсов они зависели в этот промежуток времени. Я про письменность хотел поговорить немного. Мы привыкли думать, что бесписьменное общество – это общество дикие, отсталые, не способные к прогрессу. И, соответственно, если верить, что письменность сущностно связана с государственной властью, мы знаем, что письменность фактически была фискальным инструментом, в первую очередь. Все археологические данные на этот счет, там, месопотамские в частности, они это подтверждают, да, что это как бы такая форма ведения бухгалтерской отчетности от лица и во имя протогосударств, которые эту письменность учреждали. Сейчас, очевидно, письменность уже трансформировалась во что-то другое. То есть сейчас пишут все, пишут все, что угодно. Означает ли развитие интернета то, что и как бы такое переплетение человеческой повседневности с письменностью, что государство теперь точно навсегда с нами? С чем связан современный интернет, с какими формами властных отношений? Когда все подвергнуто, все описано, все подвергнуто учету. Да, еще есть версия о том, что интернет помнит все, хотя это спорный тезис, как показывает практика. В каком-то политическом воображении интернет часто мыслится как что-то отдельное от государства. И часто, ну вот, там исследователь Саполина Клазариди, например, часто про это говорит, про то, что вот у нас как бы есть какое-то воображение интернета, и интернет это нечто такое современное, быстрое и так далее. А государство часто мыслится как что-то медленное, такое забюрократизированное, менее эффективное. У нас есть представление о том, что интернет это что-то, что государства никак не смогут победить, потому что как бы интернет он по своей природе, он как бы вот децентрализованный. Вот это все иронизирование и шутки про Роскомнадзор, они тоже как бы из этого воображаемого происходят, что Роскомнадзор это вот какая-то структура, которая пытается запретить интернет. Интернет это что-то наше базовое, какое-то наше благо, которое невозможно запретить, невозможно закрыть. Ну, как мы, ну, как бы... Тем временем сегодня ночью. Тем временем сегодня ночью заблокировали Google Доки, которые, ну, не знаю, мне кажется, одна из самых важных, как бы, современных, в принципе, таких цифровых инфраструктур, которыми просто все люди, которые там каким-то, ну, любым вообще трудом связанным с информацией пользуются. И это показывает, насколько, на самом деле, хрупкий интернет. И, в общем, интернет никогда не был, на самом деле, вот этой децентрализованной утопией. То, как люди использовали интернет, это часто была попыткой вот эту вот децентрализованную утопию как бы создать здесь, сейчас. Мы можем по-разному творчески как бы апроприировать интернет, как-то его перепридумывать. Потому что, ну, по сути, что такое интернет? Интернет – это просто возможность как бы всем людям, у которых есть к этому какой-то инфраструктурный доступ, мгновенно обмениваться какой-то информацией. Дальше из этого могут очень разные следствия исходить. И про это, на самом деле, есть хорошее очень исследование YVPost. Это исследование группы антропологов. Это конкретно девять антропологов, которые решили изучать, как люди пользуются социальными сетями, ну, социальными медиа в разных географических, политических контекстах. То есть это, в общем, группа антропологов, которые провели одновременно девять полевых исследований по 15 месяцев в девяти разных каких-то странах, как правило, в каких-то маленьких городах, и изучали там, как люди пользуются социальными сетями. И оказалось, что люди, ну, как бы нет ничего более разного, чем то, как люди пользуются социальными сетями в этих странах. То есть в зависимости от того, ну, какой общественный контекст вот в этом конкретном месте, люди там по-разному делали селфи, разно передавали им смысл, по-разному обсуждали политику в социальных сетях, да, там и так далее. Ну, то есть я считаю, что технологии не предопределяют реальность. Технологии создают какие-то, ну, возможности. Иногда мы можем каким-то волевым усилием решить, что нам нужен вот такой вот интернет, что нам нужны вот такие вот платформы. Мне кажется, что эту власть очень важно не отбирать у нас, потому что иначе окажется, что как бы на самом деле всем управляет там Google, Facebook, кто-то там еще. А на самом деле как бы у нас тоже есть власть. И часто те, кто создают платформы, они не очень понимают, как люди будут ими пользоваться, и люди перепридумывают эти платформы. Да, одна из вещей, которая обсуждается в публикации «Все науки», это тезис Аузана, который утверждает, что вот самый главный страх государств прямо сейчас, такой коллективный страх государств, не какого-то конкретного государства, а просто всех, заключается в том, что государство рискует потерять монополию на фискальную политику. Игра меняется. Это внезапное такое возвращение истории про такой своего рода технологический оптимизм, особенно для тех, кто на этом рынке присутствует, и кто с криптовалютами работает на практике. Как бы там же просто простая мысль, что есть так называемые фиатные деньги, которые предполагают, что деньги ничем не обеспечены, кроме, честного слова, кого-то важного. Как правило, в современном мире почти в 100% случаев, а может быть и в 100, это доброе слово кого-то важного, это доброе слово центрального банка. Мы обязуемся, что это будет законным платежным средством, пока мы здесь власть. Классические криптовалюты, начиная с биткоина, построены на другом принципе. Они не являются никаким законным средством, но при этом они редкие и конечные. То есть биткоина строго ограниченное количество, просто как неких цифровых единиц. И считать биткоины и поддерживать эту инфраструктуру чего-то при этом стоит. То есть, в принципе, отсюда метафора цифрового золота. И при этом вот этот редкий цифровой объект, он не связан не только ни с каким государством, но и ни с какой частной корпорацией. Никто не является его эмитентом. И вот получается, что если есть достаточно большое количество людей, которые готовы верить в ценность редкого цифрового объекта, не имеющего физического коррелята, то государство остается неудел. Так вот, романтическая концепция отношений криптовалюты государств предполагает, что ну все, мы, собственно говоря, скроемся от стационарного бандита. Мы просто сделаем так, что наши активы и наша экономика окажутся ему не подконтрольной, не подвластной. Ну, вопрос в том, что... В смысле, мне кажется, что у государства достаточно власти для того, чтобы этого не допускать просто-напросто. То есть, как бы, возможность использовать эти цифровые деньги, она же, по сути, обеспечивается тем, что государство как бы не участвует никак в этих отношениях. Если ты, не знаю, там открыл свое заведение общепита, то ты не сможешь там принимать криптовалюту, потому что придет налоговый дисплектор, скажем. Ну, не знаю, сейчас во многих заведениях оплата выглядит как... Можно на Сбербанк онлайн. Да, оплата выглядит как перевод на Сбербанк онлайн. И у меня есть подозрение, да, что это не особенно легально, но если речь идет о 120 рублях про, значит, шаурму с фалафелью, то никакое государство не в состоянии эти два евро контролировать, да, и как бы ни у какого государства даже со всеми его нынешними цифровыми возможностями на это не хватит ресурсов, в этом нет смысла в конечном итоге. И я не понимаю, почему точка продажи шаурмы не может принимать за фалафель в крипте ровно по этой же логике. Возможно, это какая-то новая политическая идея, валюта, которая не обеспечена ни чьей властью, но мы видим, что она все-таки от чего-то сейчас зависит. У людей, у которых очень много биткоинов, есть как бы очень много власти над тем, насколько цена эта валюта, там, у какого-нибудь Илона Маска. Да, если мы видим государство сугубо как вот этого вот стационарного бандита, который отбирает часть нашей собственности, тогда все так, да, это подрывает его власть, но при этом не знаю, какие конкретно политические возможности, если честно, это открывает. Ну, то есть это что, какой-то либертарианский халифат Михаила Светова, где все принимают биткоины. Вот эта история с криптовалютами, она очень хорошо, на самом деле, как раз иллюстрирует логику того, что властные отношения не сводятся к государству, с одной стороны, с другой стороны, что принятые практики между людьми не сводятся к институтам. И мне кажется, здесь очень открытый политический вопрос, если мы всерьез всю эту конструкцию про новые фискальные системы рассматриваем, точнее, про такой уход вообще как бы части человеческих накоплений под радар современных фискальных систем, то какой в этом политический смысл, на самом деле, это открытый вопрос. То есть, мне кажется, что сюда должны прийти люди разных взглядов, не только представляющие халифат Светова, и как следует это все обсудить и поисследовать. Я хочу топ-3 книги о государстве вашей. Ну, есть эссе Пьера Кластер, такого французского антрополога, называется «Общество против государства», где он рассказывает про то, как некоторые современные ему даже общества, охотников-собирателей, которые избегают государственной власти, что в этих обществах есть какие-то институты контрвластия, которые укоренены в их практиках, и которые предотвращают возникновение такого государства. И там наше какое-то популярное представление о том, что вождь – это символ какой-то сильной власти. К самом деле, в негосударственных обществах вождь – это очень… Ну, то есть, вот эти управленческие роли, они очень слабые, на самом деле, в этих обществах без государства, в безгосударственных обществах. Это не просто общества, в которых нет государства, это общества, которые сопротивляются возникновению государства, и у которых политическая логика подчиняется этому правилу. Поэтому это очень хорошее эссе. Мне кажется, что Джеймс Скотт потом, в том числе, ну и Дэвид Грэмпер и Джеймс Скотт, они опирались на этот текст, кажется, впоследствии. Есть книжка, она так и называется «Государство», и написана она таким политическим мыслителем Энтони Д. Есайи. Тезис Д. Есайи заключается в том, что не существует разницы между так называемыми тоталитарными государствами и так называемыми демократическими. Есайи рисует такую монструозную нитшанскую картину государственной природы о том, что, собравшись вместе, вот эти все хмыри, бюрократы, ну, фактически убийцы, полицаи и так далее, они просто начинают системную работу о том, как сохранить свою власть, усилить ее и, в принципе, уничтожить вокруг себя всех своих конкурентов и подавить любые формы сопротивления. То есть государство – это монстр в своей природе. Он, в общем, хочет сказать, что для общества нужны какие-то прям чудовищные усилия для того, чтобы государство в конечном итоге сдерживать. То есть тот факт, что некоторые государства не срываются постоянно в тоталитаризм – это следствие чудесного совпадения героических усилий людей, которые, ну, там, условно говоря, там, не знаю кого, там, независимых журналистов, что нам приятно и близко, анархистов, религиозных фанатиков и всех, кто... Вообще всех групп, которые уклоняются от государственной власти, криптовалютчиков, да вот они все вместе как бы ежедневно оппонируют вот этому монстру, и только они его и сдерживают. На меня, на то, как я мыслю про государство и про вот такую вот условность государства повлияли работы, ну, как ни странно, Бенедикта Андерсона, который такой, ну, теоретик национализма. Ну, он скорее говорит про национальное государство, как нация, которая является относительно недавним изобретением, и, ну, каждая конкретная нация тоже является недавним изобретением каждый раз, если внимательно посмотреть, да, как она становится чем-то таким вот фиксированным, чем-то очень определенным, что очень себе легко представить. И про это есть несколько текстов, есть как бы приведенная очень известная работа «Воображаемые сообщества», и есть еще книга, которая меня очень впечатлила, которая называется «Under Three Flags, Anarchism and the Anticolonial Imagination». Вот это тоже работа Андерсона, она не приведена на русский, и она посвящена тому, как появилась филиппинская нация. Он очень интересно показывает вот в этой работе, как идеи ключевых текстов, которые стали какими-то основополагающими для филиппинской национальной идентичности, как эти идеи, на самом деле, взяты не из какого-то прошлого, там, этих народов, которые проживали, да, там, на территории современных Филиппин, а как они стали продуктом какого-то очень богатого интеллектуального обмена, как в этом обмене участвовали какие-нибудь анархистские газеты, которые издавались в Мадриде, какая-нибудь еще левая литература, какие-то тексты националистические, там, каких-то других стран и так далее. Ну, я хочу вспомнить такую довольно хрестоматийную вещь. Это один из циклов лекций позднего Мишеля Фуко. Мне больше всего нравится из того, что я подробно читал «Безопасность территории населения», где Фуко уже в конце 70-х пытается показать такой генезис либерального государства. Либералы нам говорят, что маленькое государство заботится только о безопасности, а Фуко показывает, как забота о безопасности дает государству потенциально неограниченную власть, в частности, над человеческими телами, когда выясняется, что курение опасно, пандемия опасна. Что еще опасно? Значит, не мыть руки перед едой опасно. Жить в городах. Причем, если подростков на митинги ходить. Опасно, да. На митинги ходить тоже опасно, потому что там... Нарушаешь эпидемиологическую. Да, это вот для нас с Арменом тоже важно. Вот, и вот эта история про то, что везде камеры слежения, везде досмотры, везде есть подозрения на то, что ты либо террорист, либо педофил. Эта история лучше всего концептуально объяснена у позднего Фуко. Ладно, я посоветую автора опять. Короче, Дэвид Гребер. Просто Дэвид Гребер. Никогда такого не было. И вот снова, да. На меня очень сильно повлиял такой его сборник эссе, или, наверное, можно просто назвать это эссе, который из нескольких частей состоит. Называется «Фрагмент анархистской антропологии». Гребер в этой работе помогает понять, как ученые, социальные ученые, антропологи могут помочь нам помыслить, что другой мир возможен. Последнюю книжку мы называли уже. Вот ее прям всем надо читать. Это «Джеймс Скотт. Против зерна», где описана большая часть сюжетов, которые мы в контексте «Всенауки» обсуждали. Все книги, которые сейчас порекомендовали Армен и Кирилл, название этих книг можно будет найти в описании подкаста. А мы потихоньку завершаемся. С вами был подкаст «Что нового?». И мы отправляем вас почитать какое-то полноценное мнение на это счет авторов «Всенауки», почитать интервью с экономистом Александром Маузаном и посмотреть, какие книги рекомендует «Всенаука». Все это есть на сайте «Новый». Ссылочку закрепим в описании подкаста. А еще на сайте у нас можно увидеть желтую кнопочку справа наверху, тыкнув на которую, вы получите возможность стать нашим соучастником и поддерживать независимую журналистику в России. Этот подкаст случился благодаря усилиям моего редактора Арнольда Хачатурова, звукорежиссера и композитора Дениса Никулина. Слушайте нас везде и обязательно пишите фидбэк, любой, даже про будущее фискальной системы, на почту what'snewsobakanovagazeta.ru, мы продублируем ее в описании. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА